Здравствуйте дорогие зрители, с вами Андрей или же иной, и мы продолжаем прохождение убить принцессу. В прошлой серии я, конечно же, не пытался ее убить, я пытался как честный герой спасти ее, и в некотором роде у меня это получилось. Так что, если хотите посмотреть, то в описании должна быть ссылочка на плейлист. Сперва, конечно, там будут серии по демке, поэтому, как говорится, выбирайте серию, которая вышла недавно. А пока мы загрузим. Да, и вот нас сказали, ты забудешь все, так что вперед иди, приноси мне другие фрагменты моей души, скажем так. Не так много, не так мало, что работай. Так сказать, бесконечный цикл. Интересно, есть ли тут какая-нибудь финальная концовочка, когда мы всех соберем? Наверное, есть, но кто знает. Ну что ж, мы здесь, чтобы убить ее. Если мы не сделаем этого, это будет конец мира. Хм, конец мира, потому что ее закрыли. Это все такое интересно. Классно. Всегда мечтал убить монарха. Ура, Леворюцель. Вот это дух. Так, мы подходим к хижине. Ты найдешь принцессу внутри. Мы же не будем этого делать. Мы должны спасать принцессу, а не убивать их. Пока я буду пропускать первый, во всяком случае, акт, потому что же это первый акт, идти в хижину, потому что я уже его переводил. Ну, конечно же, тут только лезвие, ничего нет. Так, раньше я его не брал, но давайте возьмем его сейчас. Берем ножичек, заходим в подвал. Ее волос подымается по лестницам. Кто здесь? Видите, уже ее голос другой, потому что мы пошли сюда с ножиком, а, как говорится, кто к нам с ножом придет, тот от ножа и огребет. Она звучит опасно, как будто бы она здесь главная. Не позволяйте себя обмануть, это все часть манипуляции. Так что я тоже по вам не панипулирую. Если хотите видеть больше серий этой игры, то ставьте лайки. Да, 10 лайков, и я постараюсь записать серию как можно быстрее. Или хотя бы 5, чтобы я знал, что вас это хоть как-то интересует. А то вдруг никому это, кроме меня, не нужно. Привет. Просто проверяю тебя. Я думаю... Так, чисто проверяю тебя. Ох. Так давно уже прошло с тех пор, как кто-то сюда спускался. Я уже начал думать, что они забыли обо мне. Ты спускаешься по лестнице и смотришь в глаза принцессе. Тяжелая цепь вокруг ее руки приковывает ее к стене подвала. Она такая холодная красота. Она действительно угроза миру. Сфокусируйся на задаче. И вот ты здесь. Ты здесь, чтобы убить меня или что-то такое? Хм. Что? Нет. Почему ты это подумаешь? Ну да, ты поймала меня. Я здесь, чтобы убить тебя. Ха-ха-ха. Я еще не решил... Собраться с нервами и шагнуть вперед. Хм. Ну что ж, ты меня поймала. Я здесь, чтобы убить тебя. Это не очень хорошая идея. Просто брось ножик, и тогда, может быть, мы сможем поговорить. Она права. Мы не должны. Мы должны просто бросить лестнице. Не смей. Это не очень хорошая идея. Мы можем решить, что мы хотим делать, после того, чтобы поговорить с ней. Может, она действительно манта. Да все в порядке. Мы можем решить, убивать ее или нет, после того, как поговорим с ней. Может быть, она действительно монстр. Но убивать кого-то просто так не очень красиво с нашей стороны. Хм. Уронить его. Эх. Лезвие выпадает из твоих дрожащих рук и падает на пол с таким неприятным звоном. Спасибо тебе. Может быть, теперь мы можем просто поговорить. Давай поговорим. В против твоей лучшей правительности, ты прыгаешь вперед, чтобы поговорить с принцессой лицом к лицу. Неоружен. Хотя так и не стоило делать, ты подходишь ближе, чтобы поговорить с принцессой лицом к лицу. Безоружный. We'll be fine. Да все нормально будет. Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Я не знаю, что ты пытаешься здесь сделать, но я могу тебя успокоить. Никакого смысла говорить с ней нет. Просто не забудь, что лезвие лежит на полу. Тебе оно пригодится. So here we are. What an awkward start to a relationship. И вот мы здесь. Какое странное начало нашего знакомства. Хм. Это довольно, да, странно. Дружба? Ты что уже там ко мне подкатываешь? Хм. Я здесь потому, что ты должна уничтожить мир. Там люди, которые думают, что ты уничтожишь мир. Что ты хочешь об этом сказать? Как тебя зовут? Как ты здесь был? Как тебя зовут? Она сомневается, прежде чем ответить. Ты можешь обращаться ко мне, к Ваше Королевское Высочество. Или Ваше Величество. Любое обращение подойдет, на самом деле. Обрати внимание, как мало деталей она говорит. Ты не можешь ей доверять. Хм. Да, это довольно странно. Я знаю. Я просто сказала. Теперь почему ты здесь убил меня? Я знаю, я только что это сказала. Итак, зачем ты здесь, чтобы убить меня? У меня есть мои причины. Хм. Ты думаешь, я приду убить кого-то без... Не знаю почему. Это было бы глупо. Знаешь ли ты, зачем я здесь? Чтобы убить тебя. Мне сказали разные вещи, но я не уверен, кому верить. Верь мне. И верь мне. И ты думаешь, что спрашивать меня, сделать все кристально чисто? Давайте не будем притворяться, что это произойдет. Насколько я понимаю, и насколько они понимают, я буду говорить все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. Это просто такая уж ситуация. Угу. Как давно ты здесь была? Too long. Слишком давно. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Снова она не говорит ничего специфического. Не важно, как сильно ты будешь стараться, ты не получишь, а не прямого ответа. Хм. Ты знаешь, почему я здесь, чтобы убить тебя? Do you? А ты знаешь? Хм. Собрать. Нет. You're lying. Ты врешь. Does she know that? Как она это знает? Don't think that just because I'm the one in chains, it means you have a right to interrogate me. Не думай, что только потому, что я в цепях, значит, что у тебя есть право допрашивать меня. Хм. Как я тебя отсюда вытащу? You can't. Don't bother. Ты не можешь. Даже не думай. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't. Полагаю, у тебя нет ключа тогда. Я уверена, где-то ключ должен быть, если его нет. Well, we can always put that knife to good use. Ну, мы всегда можем хорошо воспользоваться этими ножиками. Такие глазики-то страшненькие. Ее острые глаза останавливаются на клинке. Она же не советует то, что я думаю, что она советует, верно? Она именно это и советует, я уверен в этом. Ну что ж, мы поговорили достаточно. Ох, ты решил что-то со мной сделать? Ты знаешь, почему ты здесь. Убить принцессу. Я вытаскиваю тебя отсюда, проверить цепи. Я запру тебя здесь. Так, три вариантика, да? Давайте попробуем вытащить тебя отсюда. Ох, тебе прям надо... Нашутишь. Ты подходишь к цепям и тянешь их. Они слишком большие и крепкие, чтобы ты даже вообразил, как ты их разрываешь. Если у тебя нет ключа, может быть, ты должен пойти поискать его? Я уверен, он где-то сверху. Сомневаюсь, вряд ли есть ключик. А если нет ключа, у тебя есть какие-нибудь идеи? Ну, кроме как вырезать твою руку. Нормально, все. Я могу потерять руку. Она говорит практически спокойной верностью. Если бы мы были на ее месте, мы бы тоже легко расстались с рукой, чтобы наконец-таки освободиться. Так, пытаемся выйти. Кто-то нас запер. Эй, выпустите меня отсюда. Ты здесь, чтобы убить... Попробуем дверь. Ты здесь, чтобы убить принцессу. И ты не идешь, пока не сделаешь это. Ну что ж, возвращаемся в подвал. Ты возвращаешься по лестнице. Было бы гораздо проще, если бы ты просто ее убил. Легче для кого? Легче для всех. Легче для всех. Я слышала, как дверь закрылась. Они заперли тебя тоже, не были ли они? Я слышала, как дверь закрылась. Они заперли тебя тоже. Нож. Подбери его и отрежь мне руку. Тебе не понравится, что случится, если ты это сделаешь. Спасти принцессу? Убить принцессу? Спасти принцессу? А вот тут у нее ротик не кровавый, потому что она не пыталась отгрызть свою руку. Ты режешь плоть. И она как бы вытягивает руку. Ты даже ничего не сказала. Приверю. Из ее подбережья, принцесса turns to face you. Ее fierce gaze meet in your eye. Освобожденная от оков, принцесса поворачивается к тебе. Ее яростный, ну, острый взгляд встречается с твоей. Как она настолько жесткая, что даже не парится от потери руки? Спасибо тебе. А теперь давай уходить отсюда. Подойти к двери. Нет, мы не имеем никакого этого. Смотри, как я это делаю. Хм, а я хочу предупредить ее. Хватит сопротивляться. Я думала, что это будет слишком легко. Мы прыгаем, чтобы вот тут ножки. Но принцесса легко уворачивается. Хватит сопротивляться мне. Я пытаюсь тебя вытащить отсюда. Убить, убить, убить. Сопротивляться. Сопротивляться. Лезвие. Двигай лезвие. Ты делаешь свое место, чтобы помочь мне, не ты? Я могу видеть конфликт в твоих глазах. Ты стараешься как можно, чтобы помочь мне, не так ли? Я вижу конфликт в твоих глазах. Я сделаю это быстро. Она шагает вперед. Она шагает вперед, забирает клинок из своей руки. Может быть, я увижу тебя в новой жизни. И затем она перерезает твою глотку с практически клинической точностью. Ее лицо остается неизменным, как она смотрит на твое падающее тело с вытекающей кровью из разрезанной шеи. Это конец, не так ли? Я боюсь, это и есть конец. Все темнеет, и ты умираешь. Надеюсь, это того стоило. Какие-то у меня все суицидные дороги получаются. Глава 2. Заключенный. Так, мы здесь, чтобы убить ее. Ну, все понятно, чувство дежавю. Идем в хижину. Предупреждение прежде, чем пойдешь дальше. Она будет врать. Голос скептика. Да, да. Не верь в слово, которое она говорит. Просто заходи, бери ножик и делай то, что ты должен сделать. И подмигнул такой. Ты что, сказал подмигнул громко? Нет, я не сказал подмигнуть. Просто игнорируй этого клоуна и сфокусируйся на принцессе. Ну, что ж, идем в хижину к принцессе. Внутренние стихижины гораздо менее приятны, чем какие могли бы быть деревянными. И больше похожи на подземелья. Такие железяки на окнах стоят. Свет тут какой-то еле-еле освещает. Неприятно тут все. Но явно напоминает, что это тюрьма. Единственная мебель — это железный стол, прикрученный болтами к полу. И ножичек на нем. Клинок твой необходим. Тебе он нужен, если ты хочешь делать все правильно. Так. Ты ничего не сказал по поводу зеркала на стене? Он точно мне этого не сказал. Потому что зеркало явно считается как мебель, на которую стоит обратить внимание. Но тут нет зеркала. Вот есть стол, есть клинок, дверь в подвал, больше ничего нет. Есть точно зеркало. Нету. Я думаю, ты знаешь, что мы должны сделать. Я хочу посмотреть на самого себя. Насколько я красив. Давайте не будем отвлекаться в ванитии, но мы должны обязательно взять ближайший взгляд. Что-то, что это может быть, он не хочет узнать, чтобы мы об этом знали. Давайте не будем отвлекаться. Мы должны по-любому посмотреть поближе. Что бы это ни было, он, наверное, не хочет, чтобы мы об этом знали. Это какой-то вид из-за реферсированного штуки? Успользуй глаза, нет ли милейка. Почему я ловлю о чем-то так значительное? Что бы это даже сделать? Да какой вообще смысл в этом? Используй свои глаза, нету зеркала никакого. Зачем бы я врал о чем-то таком бесполезном? Какая бы польза в этом была? Так, подойти к зеркалу. А вдруг можем? Ты подходишь к стене возле двери. Это стена. Мне не на что смотреть. Это серьезно, не смешно. Вытереть зеркало. Вы притянули руку, а там только стена. Но она была секунду назад. И теперь ее нет. Возможно, он не хочет, чтобы мы не знали об этом. Возможно, это важно. Мы должны, как говорится, глаза по открытцам держать. Взять клинок. Возьмем клинок. Вы берете клинку из этого хорошего идея. Много лучше быть вооруженным, чем идти с зеркалой надеждой. Хорошая идея. Гораздо лучше быть вооруженным, чем идти туда с пустой надеждой. Зайти в подвал. Дверь в подвал со скриком открывается, показывает тебе старую каменную лестницу. Несколько факелов еле-еле освещают дорогу. Так что, если принцесса здесь и живет, убить ее, наверное, было бы полезно. Ее голос, harsh but controlled, carries up the stairs. Ее голос, такой суровый, но уверенный, подымается по лесу. Неужели у меня посетителей, я слышала? Пожалуйста, спускайся вниз. Давненько у меня не было компаний. Интересно, о каком посетителе она говорит? Ты спускаешься по лестнице и встречаешься взглядом с принцессой. Прямо заковали ее настолько, насколько возможно, не только на одну руку, но и на вторую. На шею, чтоб тушь наверняка никак не выбралась. Тяжелые цепи вокруг ее шеи, рук. И они звенят, когда она двигается. Должны ли мы переживать по поводу той цепи вокруг ее шеи? Да почему ты будешь переживать по поводу оков? Если что-то еще, это сделает твою работу легче. А ты заметил пустую цепь на стене? Странно, что в месте, где все какой-то цели служит, будет такая пустая цепочка бесполезная. Что за интересное развитие событий? Почему бы тебе не сесть? Мы бы могли пообщаться, прежде чем ты закопаешь эту штуку... Ха, не воткнешь эту штуку в мое сердце. Я не думаю, что надо вообще что-то делать. Ты что, не видишь, как она жестко закована? Я просто оставлю ее здесь. Оставить принцессу в подземелье. Посидеть с ней, убить принцессу. Давайте посидим с ней. Ты подходишь к принцессе, но она останавливает тебя, прежде чем подходишь слишком уж близко, поднимая свою трясущуюся руку. Вот этого достаточно. Я бы предпочла, чтобы мы держали какую-то дистанцию между нами, пока мы не разберемся. Ну, это логично. У нас оружие, возможно, это ее успокоит чуть-чуть. Сесть поближе. Сесть, где тебе сказали сидеть. Ты делаешь, как она просит, и садишься на пол, все еще на хорошее расстояние от нее. Спасибо тебе. Итак, какие твои намерения ко мне? Хм, мои намерения? Что ты имеешь в виду? Я уже здесь был. Я единственный, кто это помнит. Что случилось после того, как я умер в прошлый раз? Это другая цепь на стене. Чья она? Хм, а что ты хочешь, чтобы я сделал? Хм, я думаю, я просто оставлю тебя здесь, на самом деле. Ты особо не угроза кому-нибудь, пока ты заперта. Пока. Хм, оставить принцессу, убить принцессу. Так, хочу про цепь спросить. Для чего она? Я не знаю, но ты всегда можешь попытаться примерить ее сам. Может быть, она даже подойдет. Я надеюсь, что я не действительно должен сказать это, но, пожалуйста, не закрепь себя в цепи. Мы нужны в амбулатуре, если вы будете спасать мир. Я надеюсь, мне не нужно этого говорить, но, пожалуйста, не запирай себя в цепи. Нам нужна твоя мобильность, если мы собираемся спасти мир. Хм, проверить, проверить и запереть себя. Хм, проверить. Я бы этого не делал, если бы я был на твоем месте. Это почему это? Мне нужно что, это объяснять? Это цепь, и ключа-то нет. Ты что, хочешь застрять с ней, как и она? И что? Она захлопнется на секунду, когда только мы к руке ее копим? Я не знаю. Может быть. Он не хочет, чтобы мы смотрели на эту цепь. Все больше причин исследовать ее. А что если он говорит правду? Он не говорит правду. Я говорю правду. Так, проверить цепь. Мне любопытно. Against your better judgment, you approach the chain dangling from the far wall. The princess watches you with faux disinterest as you inspected, though she can't fully hide her curiosity. Хотя и не стоит этого делать, ты подходишь к цепи, свисающей со стены. Принцесса смотрит на тебя, как ты ее исследуешь, эту цепочку. Хотя она не может полностью спрятать свое любопытство. I don't want to say what I'm supposed to say next. Я не хочу говорить то, что я должен сказать следующее. What is that supposed to mean? It sounds bad. Is it bad? Значит, что это должно значить? Звучит плохо. Это плохо? Yes. It's bad. Да, это плохо. Come out and say it then. You're just wasting time. Давай тогда, иди и говори. Ты просто тратишь время. Fine. As you hoist the shackle, its heft shifts within your grasp, as if pulled by some odd magnetism. Before you can so much as blink, it practically leaps from your hands, snapping around your neck. Хорошо. Пока ты держишь цепь, она внезапно выскакивает из твоей руки, как будто бы ее притягивает какой-то странный магнетизм. Прежде чем ты можешь хотя бы моргнуть, она практически выпрыгивает из твоих рук и защелкивается вокруг твоей шеи. And, as if your situation weren't bad enough, the same magnetism repels your blade, which is flung from your hand and sent skittering across the floor of the basement. Так же, как будто бы мало было, что ситуация была плохой. Тот же самый магнетизм отталкивает твой клинок, который выскакивает из твоей руки и улетает по полу подвал. Um, excuse me? Извините меня, что происходит? Да. Are we stuck here now? Мы застряли здесь теперь? Да. Да, мы застряли здесь. Замечательно. So it does fit. And I guess it doesn't like your knife. We're stuck here together, aren't we? That's funny. Значит, все-таки подходит. И полагаю, ему не нравится твой ножик. Мы застряли здесь вместе, не так ли? Это весело. What are we supposed to do now? И что нам теперь делать? Сидеть и куковать, общаться, в города играть. We can't even cut ourselves out. Guess we'll starve. Не можем даже вырезать себя отсюда. Полагаю, мы просто будем голодать. That's horrible. Но это же ужасно. It's not all bad. We learned a valuable piece of information. Но это не совсем уж плохо. Мы узнали ценный кусочек информации. Not to touch things we're specifically told not to touch. Не касаться вещей, которых нам явно сказали не касаться? No. There's something special about this loose chain. It's clearly important. Нет. То, что что-то особенное в этих одинокой цепи. Они явно важны. Итак, мы оба здесь застряли. Что мы будем делать? Ты знаешь, что случится со мной? Ждать в тишине. Итак, мы здесь оба застряли. Yep. Yep. Да. Что мы будем делать? Wait, I guess. Maybe something else will happen. Maybe not. Ждать, я полагаю. Может быть, что-то случится? А может быть, нет? Ммм. Ты знала, что это случится со мной? Не хочешь немножко поговорить, да? Хотя... No. Ммм. Ты знал, что это случится со мной? Нет. Что, особо пообщаться не хочешь? Nope. Nope. That's rude. Это грубо. Ждать в тишине. Ты и принцесса сидите в тишине, и никто из вас не знает, чего вы ждете. Но вы ждете чего-то. Вы ждете хотя бы чего-нибудь. Это так скучно. Должно быть что-то, что поможет нам выбраться отсюда. Что-то, что мы упускаем. Ничего нет. Время проходит. It passes and passes and passes. And the basement of the cabin remains much the same. It is cold and silent. Время проходит, проходит и проходит. И подваль в хижине остается тем же самым. Здесь холодно и тихо. At least the world is safe. Но, как минимум, мир в безопасности. It isn't. You're stuck. Too far away from both the princess and your blade to do much of anything. Нет, но не в безопасности. Ты застрял и слишком далеко и от принцессы, и от клинка, чтобы сделать хоть что-то. She's not ending anything. She's just sitting there. Но она же никакой конец мира не устраивает. Она просто сидит здесь. Her very existence is a threat. It harms everything around it. Само ее существование угроза. Оно разрушает все вокруг нее. How exactly does that work? It just does. Это просто работает. То есть у нее сейчас цепи отвалятся. Но? Your line of questioning is interrupted by the passage of even more time. And after that, even more time passes again. Твоя линия вопросов прерывается проходом большего количества времени, и после этого еще большего количества времени проходит снова. Ну, когда я ко мне угадать, хижина остается той же самой. Если время проходит, хижина не может быть оставаться той же самой. Даже если разница слишком маленькая, они должны существовать. Это просто так вещи работают. Ну, там, кубики разбиваться там что-то должно. Ого-го. Я полагаю, ты прав. Вещи изменяются. Разница маленькая поначалу. Немножко там капелька собирается. Немножко там ржавчины. Но они становятся больше и больше. Эй, ты заметила, что подвал меняется? Мне не нравятся разговоры, помнишь? Все еще грубое. Ждать в тишине. Вы продолжаете ждать в тишине, и хижина продолжает изменяться. Разложение становится быстрее. Теперь ты можешь даже видеть дырки в каменной стенке. Ты видишь, как лианы распространяются по стенам. Это не имеет смысла. Как наш целый концепт времени изменился? Что случилось с смертью? Мы должны быть умерли, если камни вокруг нас начинают разрушаться. Но она-то ни от голода не умирает. Я думаю, она не умирает. Нет. И еще больше разрушения тут уже. Еще больше тихого времени проходит, как вы смотрите на корни, прорывающие свой путь сквозь камни. И земля, как вода потихонечку заполняет подземелье. Она уже практически грозит затопить вас. И время продолжает двигаться и двигаться и двигаться. И затем, внезапно, стен больше нет. И затем... И... Я думаю, его больше нет. Так-ка посмотри на это. Мы выбрались из хижины, и ничего плохого не случилось ни с кем из нас. Значит, это внешний мир. Тут холодно. И забрали ее тоже. Но ты не получаешь шанс ответить. Время уходить. Возвращ... Воспоминания возвращаются. Ее больше нет. Куда она ушла? Должны ли мы попытаться найти ее? И теперь это зеркало снова. Почему оно здесь? Почему сейчас? Конечно, ты напуган. Это конец для тебя. Но не это конец для меня. Все будет в порядке. Просто доверяй мне. Мы уже проходили через это. И ты всегда боялся. Но это чувство такое плохое. Как будто посмотреть прямо туда... Конец всему наступит. Ты прав. Часть меня хочет правды, но что-то сильнее сдерживает меня. Страх. Это не конец. Что бы ни было на другой стране, это будет хорошо. Это конец для тебя, но не для меня. Я увижу вас на другой стране. Будет все в порядке. Это конец для вас, но не для меня. Что это должно значить? Что это должно значить? Чтобы какие разные ужасные вещи я не чувствовал раньше, это чувствуется гораздо хуже. Нет, это не может быть верно. Нет, это не может быть верно. Должно быть что-то еще. Подойти к зеркалу. Просто игнорируем пацанов. Ты подходишь к зеркалу, и их больше нет. Посмотреть в отражение. В тишине ты потянешься вперед. Их больше нет, и они снова исчезли. Зеркало всегда заставляет их исчезать. Но тебе нужно видеть, что там. Я все такой же страшненький. Ты вырос. Ты обнаружил себя в тихой тишине снова. Идти в хижину. Ты в хижине. Подойти к ней. Мерцающий свет в пустых городах становится карманчиками жизни и движения. Я больше, чем я была раньше. Когда ты готовишься, я буду выжать тишину снова. Когда ты будешь готов, я очищу твое состояние снова. Ты та же самая, которая ты была раньше? Как сильно ты изменилась? А детенок — это то же самое, что и младенец? Я как сломанный узор. Но каждый сосуд дает мне подарок перспективы и новые направления выражений. Я другая, но я все та же самая. Каково это чувство себя изменяться так? Глаза закрываются в отражении. Перспективы сплавляются вместе и расширяют мой опыт на новые границы. Есть разные проблемы, конфликты в моей природе, но также есть и знакомые черты, которые связывают все вместе. Чувствуется все правильно. Это то, что мне нужно быть. Это единственный путь вперед. Когда все будет готово, ты знаешь, что хочешь сделать? С каждым подарком, который ты даришь мне, я прокапываю новую путь, который я должна быть. и с каждым исследованием пути открывается новая сложная правда. То, чем я стану, это отличается от того, что я сейчас. Я уже другая от того, чем я была раньше. Я не могу сказать тебе, какие у меня будут желания, когда я изменюсь. Но прямо сейчас все, что я хочу, это знать себя и знать тебя. Ты знаешь, что в конце всего этого, когда ты будешь полна, мне придется убить тебя, верно? Когда я вернулся назад, как будто бы невидимая стена закрылась вокруг меня. Почему я не мог сделать те же самые вещи, которые я делал раньше? А, то есть, может быть, нельзя ту же принцессу выводить. Это интересно. Почему они могут делать те же вещи, которых я делал раньше? Эти пути ведут к мирам, которые ты уже видел, и перспективы, которые я уже сделал своими собственными. Они бесполезны для нас теперь. Не нужны. Единственные пути, которые ценны, те, которые ты еще не читал. Не читал, не прошел. Это прикольно. То есть, нельзя повторяться. В любом случае, меня будут толкать на какие-то новые концовочки. Это хорошо. Ты была добрее ко мне, чем кто-то еще, когда я его встречал. Спасибо тебе. Почему бы я не был одобрак тебе? Это единственная вещь, которую я знаю, которая не я. Что ты хочешь, чтобы я принес тебе в следующий раз? Подарки не то, что ты просишь кого-то, когда ты их приносишь. Моя радость это смотреть то, что ты выберешь. Никаких неправильных ответов нет. И каждая перспектива освещает мою тень. Я делюсь новыми секретами. У тебя есть какие-нибудь мысли о твоем этом сосуде. Это холодная душа. Она защищала себя, когда другие не могли. Она сделает холодное сердце. Не оплакивай ее. Ее не нужно больше защищать. Значит, у тебя нет никаких желаний о том, как ты бы хотела расти или изменяться. Я не хочу ранить тебя, но чем больше раз я буду возвращаться, тем хуже я боюсь вещи будут происходить. Что ты так? Какие у тебя предпочтения есть? Мои предпочтения это чтобы ты показал мне, какой ты хочешь меня видеть. Я не знаю путь, в котором я хочу расти, потому что я еще их не испытала. Это в своих руках вести меня. Я не хочу ранить тебя, но чем больше раз я возвращаюсь, тем больше я боюсь вещей, которые получатся. Я не знаю, как вы понимаете как правильный ценой для свободы. Сосуды, они сформированы памятью твоей, но они импульсы, притянутые границей длинной тишины, долгой тишины. Для них ты ворота к чему-то большему, и любой урон, который ты им наносишь, он принят как честная цена за их свободу. Но они единственные мысли и перспективы. Они не я. Раны, которые они испытают, создают текстуру вокруг моего сердца. Без них я была бы тем, кем я была раньше. Я была бы одна и без чувств. Я бы не знала удовольствия общаться, общения с тобой. Я бы не знала о том, что тебя не существует. Как много еще сосудов нужно принести? Если бы я была океаном, ты уже до прудика меня раскачал. Мои воды мутные, поэтому мне нужно больше перспектив. Ты получишь отдых в свое время. И мне жаль за тот вес, который я на тебя сваливаю. Хм. Ты же знаешь, что мне придется убить тебя, верно? А что убить-то? Давайте спросим это. Всего еще слишком много, чтобы исследовать. Никто из нас не знает глубин нашей сущности. Возможно, в конце всего я буду тем, кто убьет тебя. Или, возможно, мы уйдем из этого места вместе. И найдем новые горизонты для исследования. Я готов вернуться. Я буду ожидать твоего возвращения, но это также даст мне время, чтобы подумать о тем, кем я стала. Мы встретимся снова. Все темнеет, и ты умираешь. Глава 1. Герой и принцесса. Ну что ж, думаю, как вы понимаете, на этом мы тоже остановимся. В принципе, помаленьку, по-принцесски в день. Наверное, неплохой метод. Как обычно, если вы хотите, чтобы я продолжал и продолжал быстро, то ставьте лайки. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.